Слушайте, а где написано, что даже если бы, хорошо, даже если бы это было абсолютно кондиционно, даже если бы это была по-настоящему новая конституция, это в каком учебнике написано, что обновление ведет к обнулению? Было сказано про больший контроль президента над судебной системой, над судебной властью. Еще один риск, который заложен в наших конституционных поправках. Кто тогда, один из этих двух граждан, известный как Дмитрий Андреевич Медведев, имел бы возможность еще один раз баллотироваться, а теперь он имеет возможность еще два раза баллотироваться. Глупее этого человеческие мозги ничего не могли придумать. Порядок принятия поправки согласно статистам 136 Конституции был не соблюден. Что плохого в общенародном голосовании? Плохо то, что это никак не прописано в основном конституционном законе об изменениях Конституции. Эта процедура не является обязательной. После тех этапов, которые уже прошли, Государственная Дума, Совет Федерации, две трети законодательных собраний субъектов федерации, президент подписывает этот документ, он вступает в действие. Все, не может быть никаких больше этапов. Это некая вот такая дополнительная политическая акция, призванная придать легитимность происходящему, с тем, чтобы потом, видимо, можно было сказать, что вот видите, народ же это поддержал, а он у нас высший источник власти. Но народ не может ничего поддерживать вне законной процедуры. С тем же успехом можно было бы попросить граждан Российской Федерации собраться на площадях и спеть всем хором, в том, замерить децибелы и сказать, что вот это вот признак одобрения. И тут много такого добра. Так вот, поправка про популярно названное обнулением, она звучит примерно так же невнятно, но, тем не менее, в ней написано, что положение части 3 статьи 81, вот это вот не более двух сроков, применяется к лицу занимавшему или занимающему должность президента Российской Федерации без учета числа особых, в течение которых ОНО, это ОНО, занимало или занимает эту должность на момент вступления в силу поправки Конституции Российской Федерации, вносящей соответствующие ограничения, и не исключает для него возможность занимать должность, не участвовать в выборах, а занимать должность. Президента Российской Федерации в течение сроков, допустимых в указанном положении. Действительно, в чем я соглашусь, Георгий Александрович, тут выделяется социальная группа, действующие и бывшие президенты Российской Федерации, которая на данный момент состоит из двух человек. С этих двух граждан наших принимаются ограничения. Они могут на общих основаниях занимать должность президента Российской Федерации в течение вот этих вот двух сроков. Кстати, если бы была только, была бы только прежняя версия, в которой слово подряд убирается и остается не более двух сроков, то тогда один из этих двух граждан, известный как Георгий Александрович Медведев, имел бы возможность еще один раз баллотироваться. А теперь он имеет возможность еще два раза баллотироваться. Вот кто, можно сказать, главный, видимо, бенефициар всего этого изменения. Значит, то есть происходит некое разовое действительно обнуление. Ну а как это иначе назвать? Я передаю слово Владимиру Пастухову в Лондоне, если он дождался и если он с нами еще. Слушайте, а где написано, что даже если бы, хорошо, даже если бы это было абсолютно кондиционно, даже если бы это была по-настоящему новая конституция, это в каком учебнике написано, что обновление ведет к обнулению? С точки зрения общества, цена понятна, конституция попала под горячую руку и ее утопили. Им нужно было создать деятельностную игру под названием обновление конституции, с которой бы выросло это обнуление, а не потому, что они... То есть он как бы и не хотел, и сопротивлялся, проявлялся и трижды отказался, а котел попал. Я как-то тут еще читаю, все это приняли, ну как бы, да, вот уважаемый космонавт сказал, при чем здесь обнуление? Ну да, пожалуйста, ради бога, приняли новую конституцию. Почему? Это ложный силогизм. Его надо доказывать. Надо объяснить, почему у вас из обновленной конституции следует, что вы должны отказаться от принципа сменяемости власти, ограничения сроков. Понимаете, это все выстроено на том, чтобы взять общество на фонд. Более ничего. Естественно, сейчас они возьмут любое. На любой фонд это общество. Естественно, что, в принципе, голос юридической общественности сейчас пока ничего не значит. Но это сегодня. Понимаете, юриста каждый обидеть может, не каждый может расплатиться. Поэтому я бы не стал недооценивать важность четкой и ясной юридической позиции по этому вопросу, которая не актуальна сегодня, но очень будет актуальна в будущем. И, кроме всего прочего, рассмотрение этих вопросов любым другим судом, кроме того, у которого девичья фамилия Басманная, оно будет иметь совершенно другие результаты. Я согласен с тем, что мы должны, мы можем как угодно это структурировать, мы как угодно будем искать консенсус деталей. Но основное, это ясно, мы должны возвращаться к классике. Не потому, что она хорошая классика, не потому, что маленькое черное платье, Шанель его ни что не перебьет, а потому, что в сегодняшней ситуации у нас есть очень простая задача. Вернуть президента из космоса в систему разделения властей. Вот это простая задача. У нас Конституция, как сказал Юрий Сергеевич Пивоваров, повторяет абсолютно ошибки 906 года, и она выстроена таким образом, что у нас есть где-то там внизу, в партере, сидит разделение властей, и над ним под куполом у нас президент с своими самодержавными полномочиями. Нам нужно решить простую задачу, вернуть президента в систему разделения властей. Сделать это иначе, как убрать у него право распуска парламента, вот в этой стране, здесь и сейчас. Это единственный способ сделать это не на словах, а на деле. Лишить президента право распуска парламента, и таким образом устав заложить кориду институциональную, и только так будет обеспечиться демократия. Здесь два момента. Это, во-первых, про то, что президент теперь, опять же, на конституционном уровне сможет наделять полномочиями или участвовать в наделении полномочий руководство суда, председатели и заместители председателя. Процедуры чуть-чуть разные, но смысл один. Президент здесь участвует. Это сейчас тоже есть в законодательстве, но если это будет в Конституции, то изменить эту ситуацию можно будет только через конституционную поправку. Между тем, я хотела бы обратить внимание, что до 2009 года у нас Верховный суд и Конституционный суд могли избирать свое руководство из своего состава, судьи голосовали и на определенный срок предлагали соответствующих кандидатов. Вот в противовес этому наши альтернативные поправки предлагают выборность председателей всех судов. Причем не на длительные сроки, а на достаточно короткие сроки. И с некоторыми ограничениями для тех, кто в настоящий момент занимает эти должности. Это еще не все, что в нынешних поправках делает президента влиятельным в плане судебной власти. Еще президент получает возможность инициировать прекращение полномочий судей перед Советом Федерации. Если смотреть на нашу судебную систему сверху вниз, то вплоть до апелляционных судов. Получается, только мировых судей он не может отстранять, и районных. А всех остальных, значит, инициировать. Это на самом деле подвешивает судей в такую совершенно неопределенную ситуацию, их ставит. Это риск. И это, конечно же, большой удар по независимости судов, по независимости судебной власти. Не будут ли они действовать все время с оглядкой на президентскую власть, когда будут принимать решения. Конечно же, судьи высших судов в первую очередь здесь имеются в виду. Мы, конечно, хотели бы, чтобы сохранилась та система, которая существует сейчас по отстранению судей от должности. А именно при участии судейского сообщества и только с этим. И даже больше. Мы предлагаем несколько усилить соответствующие моменты, сказав, что только через суд. Это возможно только при судебной процедуре. И еще про Конституционный суд. Не могу не сказать. Наверное, наибольшее количество поправок, имеющих место сейчас, посвящено Конституционному суду. Они очень разные. Часть из них касается сокращения состава Конституционного суда. Если у нас сейчас в Конституции записано 19, то планируется 11. Еще другая часть касается компетенции Конституционного суда. И тут не очень понятно, чего Конституционный суд лишится, а чего ему добавится. Усилится или ослабится он в конце концов. Мне-то кажется, что он скорее будет ослаблен, нежели усилен. Даже больше. Модель Конституционного контроля нынешними поправками очень сильно меняется. Это определенно скажется на том, как он будет работать и что за облик у него будет в будущем. Что мы конкретно предлагаем по составу Конституционного суда и по компетенции Конституционного суда. Мы хотим, чтобы Конституционный суд состоял не из меньшего, а из большего количества судей. Мы называем конкретную цифру 21. С умыслом, что это за умысел, мы хотели бы поменять способ наделения полномочиями судей Конституционного суда. Если сейчас это Совет Федерации по представлению президента, то мы предлагаем взамен этого, чтобы треть судей назначал президент, треть Совет Федерации, треть Государственная дума. Мы полагаем, что это сделает состав более сбалансированным и та ситуация, которая есть с Конституционным судом сейчас, а именно его функционирование в неполном составе, при такой ситуации будет менее вероятным. По компетенции Конституционного суда. Я, конечно, не буду сейчас за неимением времени перечислять все странности, которые заложены в Конституционные поправки, только, пожалуй, единственное, что меня удивило очень сильно. На самом последнем этапе этого не было, когда мы приступали к нашей работе и когда поправки были только инициированы. Вот появляется полномочия Конституционного суда, которая превращает его в бойца на внешнем фронте, в котором даже Конституция не фигурирует, что интересно. Вот просто я воспроизвести это не могу, поэтому, знаете ли, по бумажке. Конституционный суд сможет решать, исполнимо ли решение не только межгосударственного органа по защите прав, это уже есть у него, да, но и иностранного или международного суда, иностранного или международного третейского суда, в случае, если это решение противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации. Вот есть такой термин, публичный правопорядок, только меня поправят более сведущие люди. Вроде он относится к сфере международного частного права. Во всяком случае, конституционалисты ничем подобным не оперируют. Мы не знаем, что такое публичный правопорядок, и что именно будет решать здесь Конституционный суд. Вот такая вот странность. А мозги граждан на ближайшие лет 50, как минимум еще, устроены так, что они любят любить власть. Глупее этого, как бы, человеческие мозги ничего не могли придумать. Но, к сожалению, к этому подталкивала вся история политической власти. Что власть, ну, надо, хочется, а часто даже, я помню, нулевой год, одна женщина звонит, другой я это слышу. Ты видела, какие у него, какие у него эротические локти? Я цитирую дословно. Вы что, не знаете этого феномена, да, что если некто становится из, так сказать, седьмого ряда становится альфа-самцом, сколько появляется у него достоинств? Я напомню, что Вебер писал о понятии харизмы. Это не то, чем обладает человек, а это то, что мы ему приписываем, что общество ему приписывает. Все знают, что большинство, как правило, ошибается. Все знают, что изменения начинаются с меньшинства. Ну, я могу напомнить, скажем, о таком нелепом совершенно утверждении, что эта земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Да, сейчас, в общем-то, считается, что это так и есть. Немного тому подтверждение, и большинство привержены этому утверждению. Начиналось это с меньшинства. Короче, с какого черта правительство должно формировать большинство? Ну, просто вдумайтесь в том, что я сказал. Почему бы не делать наоборот? Чтобы меньшинство формировало правительство. Победившая партия – это та, которая набрала наименьшее число голосов, и нету проблемы коалиции, и нету проблемы парламентских кризисов. Я могу еще перечислять достоинства этого подхода. Понимаете? Значит, к чему я это клоню? К тому, что придумать весьма обоснованные вещи можно в большом количестве. Это к вопросу, чего мы хотим. Но я клоню к другому, что на самом деле и юристам, и психоаналитикам, и социологам, и так далее, нужно задумываться сейчас о другом. Как будет принята эта новая конституция после того, как нам предоставится эта возможность? Не какая республика у нас появится, а как она появится так, чтобы граждане считали ее своей и выходили миллионами на улицу, когда кто-нибудь будет посягать на эту конституцию с явной угрозой стране и гражданам. Пользуясь своими правами, значит, еще раз высказаться по такому вопросу, что перед всеми нами будет сейчас стоять вопрос о том, собственно говоря, у нас есть конституция или нету, и что мы про нее думаем. И это будет сложный вопрос. Самые главные принципы, основные принципы, сформулированные ее в первых двух главах, которые неизменяемы, что никакие принципы, которые, никакие нормы, которые противоречат этим принципам, не могут быть внесены в конституцию. А если они внесены в конституцию, то они не могут действовать и применяться, если они противоречат тому, что есть в первых двух главах. Таким образом, как бы выстраивается механизм защиты некоторой части конституции, которая остается неизменной и которая, в принципе, с ее точкой зрения, то, что будет внесено сейчас в конституцию, а там есть противоречие содержанию первых двух глав, эти поправки можно считать недействующими. Второй проблемой, как мне кажется, является действительно более очевидной проблемой, является то, что сам порядок 136 главы, 136 статьи Конституции об изменении Конституции не соблюден и, во всяком случае, есть один очень сильный аргумент, который здесь уже звучало, что в альтернативном проекте сформулированы три поправки Конституции, касающиеся отношения властей президента парламента и правительства, касающиеся судебной власти и... Чего еще там третий-то судебной власти? Нет, нет, федеративных... Нет, нет, федеративных там нету. А, там президенты правительства... Да, в общем, это три поправки. У нас то, что у нас сейчас принимается, называется поправка. Это одна поправка. И действительно, как бы... Но в законе о поправках, порядке принятия поправок Конституции однозначно сказано, что одним законом Российской Федерации о поправке Конституции... Законом Российской Федерации о поправке Конституции Российской Федерации охватываются взаимосвязанные изменения конституционного текста. То есть, вот этот текст может быть внесен в несколько... Изменения могут быть внесены в несколько разных статей, но касаться одной и той же проблемы и быть взаимосвязанными текстуальными. И именно это является поправкой Конституции. В нашем случае явно совершенно... То есть, в случае Государственной Думы и президента Путина несколько разных, связанных по смыслу поправок, слиты в одну поправку. А таким образом ни законодатель, ни субъекты Федерации не имели возможности высказать своего отношения к каждой поправке и проголосовать ее. И таким образом... Так вот, I have a dream. У меня есть мечта, чтобы мы, наконец, прибились к какой-то из классических форм республиканского правления. Или к президентской, или к парламентарной республике. Их общая черта заключается в том, что политический лидер не может распускать парламент. Ни парламент в целом, ни какой бы то ни было из его двух палат. В президентской республике, которая существует в Соединенных Штатах, это невозможно. В принципе, именно поэтому Конгресс себя ведет уверенно и спокойно, потому что совершенно невозможно отправить их досрочно, досрочно прекратить полномочия парламента, полномочия палат парламента. И некоторые-то говорят, что это и есть настоящий парламентаризм. Но парламент ничего не боится, это ему силы придает. Что же касается парламентарной республики, которая доминирует в европейских странах, то в них распуск парламента, ну, как правило, нижней палаты, он существует, но делает это отнюдь не политический лидер, которым является премьер-министр. Делает это президент, который в обычных условиях является слабой политической фигурой и выходит на арену только в том случае, когда нужно разрешить спор между двумя вот этими важнейшими политическими акторами, важнейшими политическими элементами государственного механизма между парламентом и правительством. И он может быть объективным, поскольку текущими вопросами управления он не занимается. Разумеется, каждая из этих двух классических форм правления, надо вам сказать, что они не распространены сегодня в мире, гораздо более распространенной является наша форма правления, смешанная республика, но это, конечно, потому что классика не всем по зубам, но классика не всякий поймет. Чтобы ее понимать, нужно культурно-морально вырастить и юридически. Я хочу сказать, что я соглашусь, если этот вопрос встанет на повестку дня о выборе какой-то из этих двух форм правления, соглашусь с любым большинством, хотя рискую прослыть такой беспринципной особой, именно потому они считаются классическими, что создают этот баланс наилучшим образом. Других форм правления, которые такой политический баланс создает, во всяком случае, сегодня в мире не придумано.